мне было 18 лет и у меня было недостаточно общения с людьми я чаще проводил время с собой играл компьютерные игры учился понятно тоже и очень редко выходил куда-то погулять с друзьями и в университете вообще ни с кем не разговаривал максимум что я могу сказать это привет пока и на этом все заканчивалось и вы знаете на тот момент я думал и чувствовал что мне этого достаточно мне достаточно такого общения мне не нужно там какие-то тусовок мне не нужно постоянно зажигать мне нужно постоянно что-то говорить кому-то кого-то слушать зачем мне это все меня полностью устраивало мое состояние меня полностью устраивал мой уровень общения и периодично все-таки мои друзья знакомые и просто люди которые проходили рядом когда я магазине покупал хлеб спрашивали дима а почему ты так мало общаешься? Почему ты такой замкнутый? Почему ты не поддерживаешь разговор? Почему ты все время молчишь? Почему ты не смотришь в глаза? Почему ты не рассказываешь какие-то интересные моменты? Ты все время молчишь. Почему? 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 И этот вопрос задавался мне постоянно, бомбардировался, бомбардировался. А потом, через какое-то время я начал задумываться, а почему меня устраивает вот сейчас мой уровень общения? Почему я не хочу большего? Мне приходили мысли, меня все устраивает, мне ничего не надо. Зачем высовываться? Зачем что-то проявлять? И на тот момент я не знал, что это установки, я не знал, что это вредное убеждение. Я верил этим мыслям, не высовывайся. И так получилось, так совпало, что я поехал работать гидом. Опять этот вопрос начал приходить, потому что там не было вообще никаких друзей. После того, как я в автобусе рассказывал туристам какую-нибудь историю или какую-нибудь полезную информацию, я приходил в отель, либо домой в номер. И я был совершенно один. И я опять себе начал задавать вопрос, а почему я без друзей в другой стране? Почему люди со мной не общаются? Почему я вижу других студентов, которые поехали вместе со мной, они общаются, они тусят, они поддерживают друг друга, обнимают, целуют, все у них хорошо. А почему у меня этого нет? И опять же приходит мысль, все нормально, мне не надо много общения, все хорошо. И потом опять эта мысль, не высовывайся. Зачем тебе это? И я разозлился, ребята, я разозлился. Я понял, что эта мысль, которая говорит, не высовывайся, это ключевой момент, что именно в этой мысли что-то не так. И я просто понял, что эта мысль вредна. И я начал с этой мыслью работать. Я какие-то другие доказательства искал, что я могу высовываться, я имею право высовываться, я хочу друзей. И через какой-то момент эта мысль полностью выключилась в моей голове. И у меня появились друзья, у меня появились знакомые, они меня поддерживали, они со мной разговаривали. Наконец-то со мной кто-то разговаривал там, в другой стране. И почему я рассказываю вам эту историю? Мне периодично задают вопрос, а вот если я не хочу общаться? Вот не хочу и все. Мне не надо эти навыки общения прокачивать. Не хочу. Меня все устраивает по общению. И да, действительно, если у вас есть такой вопрос, что-то значит все-таки есть. И задайте себе вопрос, а действительно ли вас все устраивает по общению? Вам нормально, что вы дома сидите один? Вам нормально, что у вас максимально один друг? Вам нормально, что вы в группе не общаетесь? Вам все нормально? Вот вы чувствуете себя максимально комфортно, вы кайфуете от этого? Значит, действительно, все устраивает и вам не нужно прокачивать свое общение? Успокойтесь и не слушайте тех, кто говорит, ты слишком много молчишь, давай расскажи мне какую-нибудь крутую историю, потому что мы хотим немножко кайфушечек. Если у тебя все хорошо, то все хорошо. Не надо развиваться по навыку общения. Но если ты говоришь, мне норм, а потом плачешь дома один, ты расстраиваешься, что в группе ты маленькая серая мышка, ты периодично переживаешь об этом, эмоции негативные тебя накрывают. Дома ты, может быть, в темноте в 12 часов ночи смотришь в белый потолок и думаешь, почему я один в этом мире? А потом опять приходит мысль, мне никто не нужен, да, никто. То есть ты сам себе пытаешься доказать и переубедить, что ты вот такой, какой ты есть, но тебе все равно плохо, значит дело в чем-то другом. И я тебе скажу в чем. Я копал в это направление, я тебе скажу, куда я копал. Первое. Мысли, негативные мысли. Не высовывайся. Тебе что больше всех надо? Второе. Это мое поведение тела. Я наблюдал за собой. У меня, например, была сутулость, да, я вот таким образом сжимался. Я не проявлял свои эмоции на лице, то есть вообще их не было. Я говорил тихо, у меня не было никаких жестов. Я постоянно своим телом что-то показывал. Я наблюдал за собой, я видел, что вот именно в этом была проблема. И потом, когда я ученикам говорил, что ребята, наблюдайте за своим телом, скорее всего, у вас там тоже что-то есть, они начали менять свое тело и оп, состояние начало меняться и общение стало у них больше. Помимо этого, я заметил за собой на тот момент, что у меня была тревога. И я наблюдал за собой и я видел, что когда я хочу с кем-то пообщаться, у меня тело зажимается, горло вырубается. Я начинаю тупить, я не знаю, что сказать. И с тревогой я тоже пытался работать. Помимо этого, это может быть низкий тонус, вредная еда, вредные привычки. Это все влияет на тонус. Помимо этого, это отсутствие навыка общения. Я пропустил этот навык в определенный промежуток времени. И когда я прокачал уже навык общения, когда я максимально прокачал навык общения, когда люди смеялись над моими историями, шутками, когда я их цеплял каким-то повествованием, когда я раскручивал их темы, когда я раскрывался сам, я понимал, что вот это состояние мне норм с моим общением, все хорошо у меня, это был обман ума, да, я пытался таким образом оправдаться. И когда я все это решил, все пункты, которые я вам сейчас перечислил, все вот эти пункты я решил, я понял, вау, оказывается, общение-то это круто. Оказывается, я хочу общаться с людьми, оказывается, да я и не был никогда глубоким интровертом. Это состояние мое привело меня к тому. Поэтому, ребята, задайте себе вопрос. Вам действительно норм? Вас действительно все устраивает? Либо все-таки что-то не устраивает? И если что-то не устраивает, ребята, прокачивайтесь, прокачивайтесь так же, как я. Прокачивайтесь, копайте, смотрите, какие направления, что это может быть. Признаки я вам сейчас перечислил. Попробуйте копнуть в эти признаки, и может быть, когда вы это исправите, вы реально почувствуете, что общение – это кайф. Мотивируйте меня, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайк, напишите в комментариях, спасибо, Дима, классная история. Ну и колокольчик нажмите, чтобы не пропускать следующие видео. И я желаю вам как минимум 10 миллионов долларов. Поэтому все у тебя хорошо. Я не могу говорить видео, когда я смотрю на жопу у этой девушки. Да, мы маньяки, останавливаемся в потоке людей и снимаем их жопы. Ну вот, смотри, вот, вот, есть. Не у мужика, не у парня, не у парня. Все, ладно, давай. Жестокие мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.